Девушки отдыхают А юмор берет низ под умом Это сложно представить, лучше нарисовать А еще лучше поприветствовать наших сегодняшних комиков Саша Малой Саша не нуждается в представлении Андрей Бибюришвили Андрей член комедии Клаб Раньше Батруха был член комедии Клаб А теперь Андрюха Андрей Бибюришвили Алексей Щербаков Леша креативный гомофоб Борется с геями, пропагандируя кунилингус Ну и еще один комик Евгений Сидоров Женя один из немногих комиков Кто ходил в море Нет, конечно, мы все ходили в море Но Женя ходил по-настоящему По-большому В смысле Женя был реально моряком дальнего плавания И по-любому срал в море Ну что ж, всех комиков мы представили И перед тем, как мы начнем Я напомню правила Я буду задать вопросы Вы будете отвечать Если вы отвечаете правильно или аргументированно Баллы будете получать Если неправильно или не аргументированно Я баллы могу вычесть А могу не вычесть, да? В зависимости от обстоятельств Так, в конце Комик, который наберет больше всех баллов Получит наш главный приз Пять с половиной косарей Ничего себе, блядь Это просто Доигрались, блядь Сносят крышу Сейчас, блин, ахрен, блин, здесь Я устраиваю здесь сейчас Я сейчас как парковку оплачу после этого всего Итак, перед началом вопросов Я вам по традиции раздам звукоизущее устройство Чтобы вы И по традиции Под аплодиции, надо говорить Под аплодиции Все верно Я раздам вам звукоизущее устройство Чтобы понимать, кто будет отвечать первый Итак Женя Сидоров Тебе, пожалуйста, выузело Выузело Женя Сидорова Женя Сидорова выузело Леш Тебе я подобрал Ацтетский Свисток смерти Песня Вот это хорошо Леша Вау Вау А где ты это берешь? Это все много денег стоит Итак Андрей Буберешвили Тебе Нет? Нет, нормально Так Ну смотри Ну ладно, ладно А то срать заходишь Отходим от порта Так Леша А мне куда? В эту могушку? Посильнее Вот По идее Как будто бабу насилуют Это свист смерти Свист смерти Да Я забираю Какой кошмар По идее Это крики многих людей Если прислушаться Которые умирают Мне поплохело Круто Еще хочу А с ним обратно Хорошо Так Андрей Так У меня птичка Птичка Да Ты можешь Да Смотри в другую сторону И можешь палочку вытаскивать Смотри Палочку можешь вытаскивать Засовывать Смотри Ух ты Вау Вот Один раз надо Какая-то птичка И полетел И полетел Так Да Саш Ну и ты довалите Не-не-не Зачем В кран Куда ты дуешь Конечно Дуй в кран Не дуй А ты Открой горячую воду Открой горячую воду Саш Я будто чищу его Да Вот так вот Оставь так Саш Во Вот так вот делаешь Кого-то Кого-то на старой кровати Трахают Вроде настроил Да Ну что ж Звуки мы закрепили А это значит Можно начинать Первый вопрос Поехали Итак Итак Первый вопрос Внимание На экран В последнее время В Шотландии Фермеры Начали красить Своих овец В яркие цвета Для чего? Итак Леша Чтобы их усыновили геи А это кому надо? Может кому и надо Вот это кому надо было? Кто заинтересован В том, чтобы их усыновили геи? Овцы Овцы? Это то есть инициатива овец Ладно, хорошо, давай так Чтобы овца подходила к флагу Надо семь штук Семь овец Ну что ж, минус балл Минус балл Алексеев Уникальный ответ Попался Удивительно Попался Андрей Она присела мне сейчас на плечо Так вот Мне кажется В Сотландии Самый дискриминированный народ Это дальтоники И с помощью овец Проверяют Человек дальтоник или нет И он приходит И спрашивает Какого цвета овцы? Он говорит Серый И им говорит Пошел нахуй Проверили В остальном Они дико толерантные Да? Остальные Дальтоников ненавидят А пошел откуда? Пастбище Пастбище Че гуляешь здесь, дальтоник? А почему дальтоником нельзя быть на пастбище? Потому что они не могут оценить всей красоты Это странная страна Пастбище Мы их не поймем Там мужчина в юбках О чем ты говоришь, Костя? Есть правдивое Давай, Саш, давай Как известно Шотландия горная страна Много гор Много гор Много гор И на пастбище Где пасутся овцы Раньше, когда они были белые Они часто со стороны с неба Выглядели как облачка И самолеты путали Овец с облачками И приземлялись сквозь них И часто разбивались люди Прям в овцах В овцах И поэтому их разукрасили Чтобы самолет летел И такой Это не облако Это же пастбище И мы не будем умирать Чтоб человек такой Это точно овца Чтоб не гадать Ебучаться Ну Достаточно аргументированный ответ Плюс вау Ответ аргументированный Но неправильный Конец уже неправильный Ну хотя давайте попробуем Есть еще варианты Реша Господи боже Это страх Это жуть Это жуть Я думаю что Во-первых Их может так легче находить Во всяких лесных массивах Разных То есть она убежала Какая-то овца Пастбище Ты не досчитался Ты заходишь в лес Который там Невероятно Темный Да И тут какая-то рыжая такая Прыгает-прыгает-прыгает Вряд ли это МЧСник Правильно? Это может быть лиса Может лиса А может я думал сова Но на самом деле И еще Есть вариант Чтобы его не жрали волки Потому что волки В отличие от Дальтоников Не дальтоники Они привыкли Волки знают Как выглядят овцы Они так Белое облако И волк летит на самолете Сразу в овцу Но волк нет И волк говорит Овца Сейчас я схвачу А потом смотрит Овца голубая Говорит Я такого не видел Я такой есть не буду Я не знаю Я боюсь Что это такое Ну достаточно аргументированный ответ Плюс бал Алексей Это неправильно про волков? Нет Это неправильный ответ Да, Андрей А может это просто Овцы разных пастухов И каждый пастух Свой цвет красит И такой Мои Все зеленые А я бы так не смеялся Александр Ну может Как версия Скорее всего Нас сейчас облапошат А зачем они смешивают Своих овец Ну чтобы они вместе Тусили Скучно быть одной овцой Ну да Ну опять же Аргументированная версия Плюс бал Плюс бал Но неправильно Да, пожалуйста Жень Я думаю Что различные Горные народы Шотландии Часто воровали Овец Для своих нарядов Но их Наряды Горных народов Обычно белая А воровать Такую овцу Для них уже западло Потому что Ну костюм Из этого Ты шить себе не будешь Розовый Ну то есть Это не в стиле Народов Шотландии Горных Но зато в стиле Модников Шотландских Для которых И выращивают овец Шотландские фермеры Ага А я думаю Что как будто бы Интересно Вот это все Конечно Есть идея Я считаю Подожди Свести там Мне кажется Что вдруг Вдруг Их выращивают Сразу Для Для веревок Шортиных Сразу Для шортиных веревок Чтобы сразу Чтобы не тратить Время на покраску Потом Вот этого зеленого Особенно Его Бултых В чан Так Там сразу Раз-раз И ты уже Какие-никакие Варежки Уже пошли И сразу Зеленые Красивые То есть Чтоб не тратить Либо Если действительно Украли овцу Ну все белые Как ты Ты же они же по лицу Их только определенные Ребята могут различить В лицо Что за ребята Ну не будем Не будем Ну про нитки Про нитки Было достаточно аргументировано Да Давайте бал дадим Давайте А нитки А нитки А нитки Это неправильно Да Чтобы не было сразу Цветной одежды Это неправильно Да Да Ёбн Моё Андрей Ёбн Моё Да Ёбн Моё Я думаю Делается Ради овец Самих Да Все верно Кстати говоря Чтобы они Друг друга узнавали Потому что Чтобы они Не якшались С другими Может Ну они достаточно Глупые животные Якшались Не знают слова Это только Ишаки Знают То есть Зеленые Якшались Чтобы они Короче Зеленые Чтоб они друг друга узнавали Потому что Достаточно Глупые животные А что за друг друга Чтобы когда сказали А ну-ка Стройсь Да Зеленые 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 Розовые С розами В Шотландии такая армия То есть Ты считаешь Что разукрашивали овец Чтоб они Друг друга Обременили По цвету Узнавали А как это вообще Добивались они Как это может добиться Это же овцы Потому что Овцы Тупые Она видит себя Такую же Зеленые Зеленые Она говорит Это я Я буду с собой Стоять Чтобы не убегать А ты Это я А я Это вторая Отвечает ей И потом они Вдвоем Я это ты Ты это я И никого Не надо Нам И подходит Розовик И пошел Нахуха Своим И все Типа да Чтобы они Друг друга Дифференцировали Я пока не знаю Они понимали Овцы Друг друга Дифференцировали Узнавали Друг друга Интересно Возможно ли это Наверное нет Минус бал Минус бал Как неприятно Что подсказать вам Давайте я вам подскажу А ну-ка давай Так начали делать В последние Лет 20 Ааа Какая-то толерансия Вот оно что Блин Ну ясно На юбилей Их разукрасили В честь 20-летия Красок Это сразу Короче Это готовая пиньята Сразу Их сразу Подвешивают Для садистов Да И садисты лупят И все в кишочках И все красота И даже глаза не завязывают Их дети достаются Налетают много детей Они в них ангела делают Да Да Вопцы Да Прекрасно Минус балл Саша Да за что Это же просто прикол Да Дети пастухов Им было очень скучно Считать одинаковых овец Когда они собирались засыпать Он говорит Засыпай Считай овец Он говорит Мне уже скучно на второй Потому что они всегда белые Он говорит Вот одна перепрыгнула во вторая А тут он говорит А считай так вот этих всех овец И он такой Опа Зеленых три Розовые две И вот И он сидит И не спит Да И он вообще не спит Зато счет Такой Так зеленых было Я считаю два И заодно Да По стуху говорит Сыну Сколько перебрыгнул Овец Он говорит Три Какого цвета Рыжая Желтая И зеленая И таким способом Развивается Развивается Зрительная память У ребенка И бессонница И бессонница Это правильно? И бессонница Нет Это минус бал А почему это не аргументированно Интересно считается? Потому что дети не могут спать Класс Если бы знали еще один факт Про Шотландию То Вам было бы легче Понять ответ Факторс? Да Шотландия Помимо того что это горная страна Факторс Там еще есть Да Там еще есть Некоторые особенности Климата Наверное И национальные рыбалки Там очень часто Туманы Да чтобы было видно овец Да, Саш Ну все, я выиграл Давай Без версии? Туман Ну это кстати Очень похоже на мою версию С облачками Самую первую Что в туман Он белый И часто В тумане Не видно овцу И? Как и в лесу И покрасили Чтоб в тумане Их было видно Как и зимой в лесу Что за вопрос? Зачем? 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 А, блять Чтобы не Уберите это Чтобы когда едешь на машине Не сбить Езбатрайс Ой, блять Что это? Видел я до этого Весь птица Я перепутал эту хуйню И вот так сидел Прям Почему ничего не брызгает? Надо просто быстрее Саш Ну что? Для чего? Не, у тебя смерть Есть правильный ответ Пожалуйста Чтобы когда едешь по дороге Не сбить овцу Сука Опять Да, это правильный ответ Если это так Действительно Да Действительно В шотлайне Опция Свободы Разгуливают В том числе По автомобильным дорогам И часто попадают Под машину В туманную погоду Два балла Саша Зарабатывает Ребята А если едет Дальтоник Ребята Мы такие идиоты Киже мы идиоты Нас четверо Согласен И нам всем четверым Понадобилась подсказка Про туман А я не знал Чтобы догадаться А я и после тумана Не понял Это пиздец Какой кошмар Ну что ж А мы двигаемся дальше Следующий вопрос Саша Не могу не отметить Что сегодня Ты выглядишь Гораздо Лучше Чем в прошлый раз Это в отличие От прошлого раза Костян Сегодня я Хорошенько покушал Ааа Да ты что Какой молодец Делает работу Над ошибками А что ты покушал Сегодня Саша Да кое-что покушал Костян Ну что 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 ты покушал Да кое-что Что ты покушал Говорю Да Кое-кое Ну что Годно Иди сюда Саша Иди сюда Иди сюда Пойдем Саш Ты опять за старое Опять Ешь кое-что Да блин Костян Я с утра проснулся И хотел что-то поесть А из еды было только Кое-что Ну и я подумал Какое-никакое что-то Интересно ты подумал Саша Интересно ты живешь Саша Ну жаль конечно Что ты поел И не сможешь Попробовать Вот это Что это Это бутерброд С ветчиной От Инди Лайт С ветчиной С ветчиной Жаль конечно Что ты поел Ты что делаешь Саша Чтобы отъедать От Инди Лайт Ветчины Не нужны причины Вкусно Индейка Отличная идейка А еще Ветчины У Инди Лайт Есть в батончиках В нарезке Из филе грудки И бедра Мраморная Филейная Все что Душе Угодно Костян Я больше Никогда Не буду есть Кое-что Вот и правильно И вы не ешьте Ешьте Инди Лайт Парни А можно и мне Что-то От Инди Лайт Ладно Ладно Мы тебе Оставим Кое-что Эх Блин Как же хорошо Что я сходил С тобой Костян Да А ты не хотел В следующий раз Будешь знать Саша Ну что ж Следующий Вопрос Так Все Да Да Денежка пришла Давайте продолжим Смотрите мои блоги Про путешествия по Америке На Ютубе Да Да Это Кстати Бесплатно Так Ну что ж Следующий вопрос Про Школьную форму Кто-то из вас Ходил в школе В школьной форме Я помню Как мы в школе Протестовали против нее И ее отменили Так Ты ходил Нет? Да Да Я тоже ходил Ты ходил? Мы тоже протестовали Да Мы вынимали рубашки Из-под жилеток Это протест Мы так тоже начинали На какой-то графстве учился Да? Да-да-да В Хогвартсе Значит вы это застали Это значит Я не застал Я ходил Как Женя Сидоров В школе А я так не ходил А ты как ходил В школьной форме А здесь уже дал себе волю Я ж спрашивал Что ты не сказал Я подумал Достаточно статистики Из двоих Я понял Ну хорошо Так вот Вопрос именно Про школьную форму Так В Китае Дети давно Ходят в школьной форме И в нескольких Китайских школах Пошли дальше Недавно Там ввели Умную Школьную форму В чем ее Особенность? Он с собой Если Он не заметит Что мы здесь И перейдет К следующему вопросу Сразу к следующему вопросу Мы молчим Он такой Ну плюс балл По времени Говорит Да Как Ассистент В телефон Их так легче Не сбивать Детей Во время Умная форма Кричит Во время Как известно Там нет почти Тумана Нет тумана А в чем умность Их видно Их видно Очень сильно Это кричащая форма Очень яркая Яркая Да Детей красят Ладно Извините Я заслужил Подожди Ну то есть Они же Ходят в верхней одежде Школьная форма Ведь только в школе Ну да Ты заслужил Минус баллов Все верно Блин Он довел Правда Я пока свистел Забыл Короче Я считаю так Эта форма Умная Умная Школьная форма Ты когда На контрольной Тупишь Тебе воротник Подсказывает Потому что ты же Все это время Ходил в школу В школьной форме И даже когда Ты отвлекался И не слушал Она-то все запомнила Она форма слушала И воротник знает Все теории И все остальные Вот H2O5 И все остальное И корень Из H2O5 Да Она знает И ты когда Все прошляпал И во время Когда контрольный Ты такой Твою мать Где запятые Ты там вообще Иероглифы вот эти Ты вообще херпомер И все И ты такой Все Меня отчислит И я буду До конца жизни Наушники на Алиэкспресс Собирать И ты сидишь Переживаешь И в этот момент Воротник такой Эй парень Не переживай Я все запомнил И начинает тебе Воротник Надиктовывать Надиктовывать Да И ты потихонечку 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 Раз И ты По сути списываешь Списываешь у формы Она тебе подсказывает И уже Буквально раз И ты То есть По-твоему В Китае Школьную форму Ввели Чтобы дети Списывали С помощью нее Чтобы они помогали Когда ребенок Ну допустим Может быть ребенок Отвлечься И кимарнуть Вот так вот И воротник На И он опять И он опять В шоколаде За это плюс балл Это аргументировано А так Чуть минус балл Не получил Чуть было Да Я полностью согласен Что это в пользу школы идет Инициатива Умной школьной формы Она точно Я знаю В пользу школы Ну-ка тихо Значит Я предполагаю Что эта форма Начинена Микросхемами И электродами Напичкана Насквозь Как костюм железного человека Да-да-да Как костюм железного человека Верно Чтобы ее можно было одеть Встав с кровати Встаешь Вот так И ты И ты в форме Блин Было бы Да Или из жопы Школьная форма же Кто как испугался Школьная форма же И трусики тоже школьные Правильно я понимаю Да-да Ты же приходишь Переодеваешь Вообще все Конечно И трусы тоже школьные Особые блять И с учебниками Везде Так-так-так И школьная форма Реагирует Когда у ученика Спрашивают вопрос И он не знает ответа Он начинает нервничать И спускать пот И его форма Начинает вибрировать И бить его током За то что Во-первых Во-первых За незнание Во-первых За незнание Он сразу несет Наказание Это Китай Я ощущаю Что ты на кухне сидишь Это Китай блять Они вообще там Блять В школе формы Они там Просто охуели И женщина в халате А как мы перешли к этому Прикрути пожалуйста Китай с этим Извини Хозяйка психанул Извини Хозяйка психанул Но здесь нужен Переходничок Просто адекватный Я бы Дораконочка Ответ Саши Что Вот с этим шокером Как в шоу Импровизация Ты у доски отвечаешь И тебе неправильно бьет И значит Меняй ответ Да-да-да Да-да-да-да Ну в общем Я не имею ввиду Что конкретно Сто процентов Било током Но я подразумеваю Что форма Как-то реагирует На неправильный ответ И что делает И что делает И учитель видит это То есть форма На форме Какие-то проявления Типа он Тупой Начинает вырисовываться Тупицей Тупорылый Перед тобой Человек Будь осторожен То есть учитель Сам не может Понять Что ответ Неправильный Учитель Заранее Ученик с утра Знает И что Когда учитель Не знает Да-да-да Он еще не на уроке И поэтому Он надел форму И форма уже такая Ну ты не выучил Ни черта И идет И проявление Показывает Точно правильно Угу Да На форме С языка снял Да, Саша Снял не тот С языка Минус балл Да что? Почему? Леша Леша Да бросились Ты позволишь Шакалы Все-все По-моему Короче Все-все понятно Китайцев Дюжи много Очень И чтобы всех Пересчитать Пальцев даже Одной руки Не хватит И даже двух Вы это прекрасно знаете Да Их больше Десяти человек Китайцы 100% Больше 20 Да Намного Поддерживаю Даже всех наших Рук не хватит Я вам так скажу И даже ваших Даже если с ногтями Считать будем Если вдруг вы не знали Даже если с волосами Считать Даже если с волосами Тем не менее Чтобы сэкономить время Чтобы все время Не уходило На поднятие рук Кто в школе Кто собрался И кто здесь На перекличку По вот этому Этому Да Там у них По пинусу Такой Короче Эта форма Как карточка Ты заходишь в школу Она Он пришел Потом второй приходит И он тоже пришел Потом фун-чи Отсутствует Все А почему отсутствует фун-чи? Хотя кто-то может По-братски Его форму На плече пронести И она И типа он И Эночку не поставит ему Но в итоге Они отмечаются Что он в школе Этим самым Отмечающим Но это достаточно Аргументированный ответ Он даже правильный Это неправильный Это неправильный ответ Это неправильный Да, да Плюс еще Я думал, что там тоже Да, чипы Я за чипы Мне тоже нравятся Чипы нравятся Да, хорошая версия Плюс еще Мне кажется В этой форме Есть корсет Чтобы ребенок Не горбился Так Чтобы он всегда сидел Прямо Потому что это китай Они строгие Он всегда прямо У всех У всех Прямо такая форма Когда начинает горбиться От позвоночника Так вот отклоняется Палка Которая шлепает По спине Да Поэтому они только в школе Ее носят И очень редко ходят Ну и плюс нет Ты можешь следить За передвижением ребенка Как карта мародеров В Гарри Поттере С GPS навигастром Ты можешь смотреть Где он Где он ест Как умные часы Ты имеешь в виду Что он ест Да Шагомертом Ты в принципе Его отслеживаешь Все что он делает Да На спине Количество шагов Указывает Да Я не могу Не принять это За правильный ответ Действительно так Это правильный ответ Андрей Действительно В пятайской школах Для детей Создали умную Школьную форму Со встроенным GPS Чтобы отслеживать Пропавших детей В отличие от маячков Которые можно Забыть дома Школьную форму Ребенок носит Всегда одну и ту же Два балла Два балла Андрей Зарабатывай Спасибо большое Это действительно Правильный ответ Ничего себе Да Оказалось Леша почти Кстати говоря Она для этого Тоже используется Чтобы отслеживать Вошедших детей В школу А если ребенок Не вошел То Собственно говоря Родителям приходит На смартфон Оповещение Леш Ты же балл получил Плюс за это Ладно Да Балл получил А мы двигаемся дальше Следующий вопрос Я умею Я когда умею Внимание на экран Даже так Несколько лет назад В США Можно было встретить Такой плакат Чему он посвящен Да, Леш Людям Которые говорят Что я чувствую себя Черным Хотя я белый Мне кажется Что внутри Совершенно другой Человек Вот эти Трансгендеры Наверное Да, называется Правильно Когда человек думает Что он кто-то Хотя он им не является Никогда в жизни И считает Что он это Он и есть Мне кажется Я чернокожий мужчина Говорит Посмотри Ты белый Говорит Ну если бы я вот так Мог сделать Вы бы увидели Что я там черный Говорит Может ты же так же не можешь Я говорю Ну и вот Ах Так И пошла Вот эта возня С битьем витрин Ну это аргументированный ответ Но неправильно Плюс балл Плюс балл Ну Андрей Мне кажется Это посвящено Этикету Что надо закрывать рот Когда зеваешь Потому что там Иначе там может быть араб Не Я все Скорее всего Это Так Ну Андрей Ну это достаточно Аргументированный ответ Плюс балл Плюс балл Еще один есть Да Подожди Саша Да Мне кажется Что это Что я скажу Сейчас возможно Что-то расистское А давайте У меня каждый день такое Ну мы же не со зла Правильно? Да-да-да Конечно Мне кажется Этот плакат Пытается показать Что в каждом из нас Есть темная сторона Внутри Гадкая Гадкая Ну да Неприятная Неприятная личность То есть Я имею в виду Что тьма Есть в душе Каждого человека Каждый Немножечко Но негр И И как бы Не выпускай тьму Из себя Не дай негру Появиться на свет Не дай выйти негру наружу Ну так Ну нет Держите негров В заперти Написано на плакате Наверное так? Да Я заранее извиняюсь За ребят Спасибо Алеш Что подчеркнул За что я даю минус балл Минус балл Да нет Ну я нет Я имел в виду Вы же понимаете Я имею в виду Ужас 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 Да-да Ужасно Андрей Мне кажется В Америке тоже есть Сбербанк А я был в Америке Это про звонки Я был в Америке Это вы думаете Что вам звонит Человек из американского Сбербанка А на самом деле Это Хусан Хусан Ну что ж Это правильно Скажите номер вашей карты Мы хотим знать Что вы там Приводили деньги Ты мало знаешь Про Америку, Андрей Надо посмотреть мои блоги На ютубе Я обязательно Я обязательно посмотрю Пожалуйста А Леша говорил Вариант, да Что это Просто толерантный Плакат По поводу того Что мы все люди И да Ничего страшного Что ты негр Да Не переживай Он так прямо он сказал Нет, он так не говорил Поэтому получил плюс балл А, да-да-да Потому что за эту фразу Можно было бы и минус балл дать Да, но за эту фразу Ты минус балл получил Да я не говорил такого Да свистел Я не говорил Ничего страшного Что ты негр Я не произносил это вслух А сейчас За негров Я вообще такой Я имел в виду другое Я имел в виду цвет А главное не свистеть перед этим И все Можно что угодно говорить Негры Негры Давайте А свистнул И все И получил пожурче Может быть Может Белые капиталисты Прекратите Жрать Негров Наших черных братьев Назад Я обожаю Что это с краном С краном Это все звучит круче Тебе еще руль надо Дайте работать всем То есть вы ведете себя Как Расисты Что их берут То есть чемнокожих берут Только на какие-то Низшие должности Типа Ручки Там шариков Раскетболист Всем Да Или там Мячи покидать Или прибраться То есть это плакат Отстраивающий Права чернокожих Да Ну это аргументированная версия Плюс балл Плюс балл Близко Близко Плёшь Да Наверное пути Возможно Это реклама Какой-то зубной клиники Медосмотра Полнейшего Когда говорит Сможем осмотреть вас Со всех сторон Типа Что врач черный Залезает в человека Полностью Осматривает Он говорит У нас сейчас Колоноскопия Но у нас не работает Вот это Шланг Но вы записались Я тоже черный Как шланг Но шланга нет Я полез И он залезает В человека Вот так вот Смотрит Он говорит И все И начинает А у вас здесь восьмерка Вот же она Вот же Говорит подайте И изо рта Тебе Находясь у тебя Во рту Ремонтируют тебе Зубы Но при всей красочности Этой версии Я не могу Это представить Минус балл Минус балл Я понял Это Это постер К новой части Людей в черном Помнишь? Только теперь в белом Да Но в черном Люди в черном Тебе называются Люди в черном Белом Инопланетянин Это что-то межрасовое Помнишь, когда там Жук прилетел И надел на себя Кожу Мужа Да Понятно Давайте я дам Давайте я дам вам Еще одну подсказку Просто понятно и все? Пожалуйста На экран Посмотрите на экран Еще одна подсказка Такой плакат Тоже был И что говорят там? Намного легче стало Были и такие плакаты А вообще Вообще Изначальный вопрос Каков? Можно еще раз? Это магазин приколов На Хэллоид Это как Наска Азиат Африканки Красота Это да Это, короче Постер против расизма Среди ганнибалов Не обязательно есть Только себе подобных Ешьте всех Все равны А Ну да Достаточно Аргументировано Плюс бал Плюс бал Вот неправильный ответ Да, Леша Так Это же все-таки Протолерантность все-таки В любом случае Наверняка Ну что? Как же нет? Я думаю нет Я думаю да Не-не-не Да Не думаю Там А на первом плакате Уже был так Белый с черным Белый, да А это уже черное 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 внутри Азиат Какая третья картинка? Азиат И внутри него Собака Собака И он жует Хвост Хвост один Блин, господи Это же наверное Какая-то Сборная РУДН Реклама Реклама Да, Леша Правильно Это реклама Это правда реклама Все мы Одинаковые Вообще Мы равны И мы типа И все разные И все все равно одинаковые Мы ничем не отличаемся Внутри Внутри Да Ты подошел близко Говорят, что это реклама Это абсолютно верно Это реклама Это реклама Это реклама Реклама того, что Внутри каждого из нас Есть Азиат Какой-то Это реклама Чего, Саш? Скитер Реклама Реклама Человеческих Человеческих Характеров Это одежда? Да, да Да, Жень Это реклама Генных Этих исследований Узнать Чьи корни В тебе есть Кто был В твоей бабушке В дедушке Хорошо То есть ты смотришь Такой О, у меня у бабушки Может кто-то там Вот такой был человек Китаец называется Ну не факт То есть Да, да Скажи, что Внутри каждого из нас Есть частички Кажется Человека Ну это реклама Гена 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 Реклама Гена Цыда Древо Твоего Можно узнать Давай так Зааргументируй Ответ Я дам балл Но это неправильный ответ Если честно Если честно Мне казалось Что Подсказка Что это реклама Это прямо Очевидная Подсказка Я удивлен Что вы не понимаете Это реклама Чего Посмотрите Внимательно Резины Что происходит На картинке Презервативов Натягивают На картинке Натяжка Из человека Выходят Человек Роды Дерлиц Призывала Людей Учить Иностранные Языки То есть Белый Может Разговаривать На негровском Все верно Но только Более политкорректно Два балла Леша Зарабатывай Два балла Ну а мы Двигаемся дальше Следующий вопрос Следующий вопрос У нас В необычном формате Сейчас я буду По очереди Читать Факты Об одном И том же Предмете Ваша задача Быстрее догадаться О чем идет речь Все верно 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 Алексей Как раз мы нахуй здесь Поехали Сегодня Ими пользуются Около Тридцати процентов Всего населения Земли Анальные бусы Я в семидесяти процентах Если что Блин У меня Я в семидесяти У меня был похожий вариант Я думал Достойный соперник Ну Минус балл Блять Это как работает Спасибо большое Так бы я его забрал Блин Леш Блин Скотство Следующий факт А почему же так Они могут быть одноразовыми И многоразовыми Не повторяй Не повторяй Бля Пока подходим А зааргументированные Дают же баллы? Да Конечно Да Как известно Презервативы Сивы Сильно Распространены Но все-таки Многие люди До сих пор Пренебрегают Этими средствами Поэтому Возможно Из всего населения Тридцать процентов Это довольно-таки дохера На самом деле Пользуются Презервативами А остальные Немножечко Игнорируют Эту всю историю И поэтому Наверное Про них идет речь Довольно-таки Или это аргументированно На ваш взгляд Ну Достаточно Аргументированный Балл дадим Спасибо большое Да Пожалуйста Андрей Контактные линзы Контактные линзы В пользу С 30% всего Населения Земли Контактные бусы Разные И многоразные Или анальные Линзы Давайте тоже Дадим Давайте тоже Дадим балл За аргументацию Что? Как просто баллы летят Пока Пока Подходит К этим Двум фактам И я говорю Третий факт Они бывают Длиной От 15 До 25 Сантиметров Следующий Да, пожалуйста Зря я Слушай Анальные бусы Пока Всегда подходит От 15 До 20 Как раз Да, слушай Если до 25 То отлетает Вариант С дилдо Но Почему с дилдо Отлетает вариант Там вот такие Истории Бывают 25 В Америке Был Видал Двадцать пять Это Андрюх На завтрак Блин Спасибо, блин Пожалуйста Все Помним Так Вариант Будет Вариант Будет Конечно От 15 До 20 50 метров 30 Планеты Пользуются Им И первое Было Второе Было Одноразовые Многоразовые Одноразовые Или Многоразовые Думаю Речь Идет Все-таки О каких Либо Тапочках Для Душа Это тапочки Чтобы они Не размокали Когда ты Идешь В душ Блядь Минус балл Минус балл Зубные щетки Зубные щетки Зубные щетки Зубные щетки Зубные щетки И пользуются 30% Это 100% Я встречал Многих людей Которые Я прям понимаю Что они пользуются И они От 15 До 25 Сантиметров Подожди 25 Это сколько Я увидел Как Леша Показывал 25 На самом деле Это столько Это среднее Где-то Вот так Ну это Среднее Ну ладно Саш Ладно Давай балл Дам За аргументацию Следующий факт Следующий факт Их изготавливают Из пластмассы Металла Но чаще всего Из дерева Это бусы Как не прископлено Палочки Как кушать Палочки Как кушать Это правильный ответ Действительно Даже с такой Палочки Как кушать Палочки Как кушать И мы засчитаем Палочки Как кушать Он молчал Блядь Все шоу Ты получишь Палочки Как кушать И мы такие Молодец Я честно говоря А есть Блядь Мороженое Ему еще Я до сих пор Не согласен Потому что Я не знал Что они бывают Разных размеров Что это такое Какие-то Дождение Что-ли У него сегодня Палочки Как кушать Женя Женя Получить Заслуженный бал Женя Благодарит Спасибо Он причем Даже не отгадывал Он просил С официанта Ура Палочки Как кушать Палочки Так Ну Это Ему даже сейчас показали фотку Чтобы он знак Не выглядел А это они Да Да Вот это Я вот это Палочки Как кушать Не Я не про эти Но если работает Да Если вы про это Это да Я говорю Бусы Мой ответ Бусы Палочки Ой Блядь Это лыжные палки Для карликов Лыжные Это нет Это прищепка Я хотел сказать Палочки Которые А А А Тем не менее Женя был прав Это действительно Японские палочки Для еды Два балла Женя Зарабатывает Ой Блядь Достойно 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 Блядь Как я Столько молчал И на такой хуйне В итоге Балла Я теперь тоже буду так гадать А сколько еще конкурсов Еще Еще конкурсов Это штук 6 О Нормально Еще можно Как мне жалко балл Блин Какая азартная игра Кстати в Японии Палочки Для еды Гораздо больше Чем палочки Стоимость некоторых Палочек Достигает Нескольких Тысяч долларов Хорошо что в России Палочки можно Получить бесплатно Просто заказав Вкуснейшую еду В Якитории Заказать еду Можно на сайте Позвонив По телефону Но лучше всего Это сделать В удобнейшем Приложении Якитории Их Лежу прочим Своя Служба Доставки Курьеры Ездят На фирменных Машинках Ходят В фирменных Костюмчиках И приносят Вам еду В фирменных Сумочках Чтоб вы Ничего Не перепутали Это для вас Да Это для людей Курьеры Максимально Обучены Не трясти еду И ездить Кратчайшими Маршрутами Скажем нет Пролитым Том-Ямом И холодным Горячим Роллом А еще Это не только Роллы Но и другие Вкуснейшие Блюда Разных Стран Мира Которые Абсолютно В этом сезоне Скачивайте приложение Якитория И заказывайте там еду А по промокоду КОМИК Вы получите Скидку 25% Все подробности И ссылка В описании Я Китория А ты Китория Ну что ж А мы едем дальше Следующий вопрос На очереди Командный вопрос Я сдам вам вопрос Вы будете вместе совещаться После чего Я сам назначу Отвечающего Если он отвечает правильно То приз сегодня Составит не Пять с половиной косарей А Шесть с половиной косарей Ё-моё, блядь Давай сюда Вот, вот, пожалуйста От нас будет отвечать Только Сидалев Женя Всегда Может быть Может быть Его талант Итак Внимание, вопрос По данным Порнхаб В последние годы Увеличилось количество Женщин, которые Смотрят порно Плюс ко всему Выяснилось Какая категория порно Вызывает у женщин Больший интерес Какая категория порно Больше всего Нравится Женщинам Хорошо А как это аргументировать? Никак Нет, типа у них этого нет в жизни Минус балл получим за это? Минус балл Нет, мы не получим Минус балл Мы не получим Можем выиграть деньги Либо проиграть деньги А, деньги Ну это, это да Для кого-то Для кого-то, Леша, это деньги Прости А, деньги Да Хорошо Хорошо То есть никакого минус балла Можем рассуждать Ну, мне кажется, я знаю Нет, хера Это первое, что приходит в голову На самом деле Женщины Пуще нас Недолюбливают вот эту историю Реально? То есть, да Мы-то нет Мы-то нет Вот это можем загуглить? Вот это Лесбийское? Да Там интересно Я вам так скажу Ну, кстати, когда А что я вам говорю? Все вы знаете А ты, Андрей, посмотри Когда резбиянки ножницами Когда резбиянки ножницами трахаются Это невозможно смотреть На самом деле Это что? Это скучно? Это не выглядит Это недрочибельно Давайте обсудим вопрос Расскажи ему, что недрочибельно Слышишь? Нет, это дрочибельно Действительно, но Надо знать, что против женщин Короче, мне кажется, на самом деле И как будто бы я, может, где-то краем уха это слышал Что женщины смотрят гроуп Вот это Когда семь мужчин и одна женщина Гэнгбэн Гэнгбэн? Гроуп? Гроуп Групповое Гроуп Гроуп факен щит Групп секс Групповое? А, где одну женщину Дракать несколько мая? Гэнгбэн И типа женщины вот эту историю саммита в жизни Ну я знаю, что они все этого хотят Вот Типа да Они кажутся, вроде нет-нет Вот любую спроси, говорит нет Нет Да, да Ага, а в ситуацию поставь Ага, а в ситуацию конкретную поставь Ага, ага Ты ее положи Положи Ага Отъеби И пускай дальше, а потом поговорим И потом всего сидишь такой, да хотела она Ахахахаха Хотела она, все А потом мы все всемиром, все такие Да блядь, она хотела Аксимирон Мы самые умные хоби, как и знали, статистику проводили И домой она, она домой придет и скажет Было бы здорово, но я на такую историю не подпишусь Но было бы класс Но фантазии Поэтому я, я вас сильно уверен, что именно групповое Вопрос Женщина больше всего гуглит Блин, я просто, я такой уже слышал Это компенсация того, что ты не делаешь? Больше ничего интересного А или чернокожий, или чернокожий парень Либо много чернокожих парней Она скорее всего смотрит то, что ей недостаточно в сексе со субъектом шкеров Типа, типа фэнтези, что не сделает в реальной жизни Бля, наоборот, вот что они любят Они любят порно с сюжетом Да Вот что они точно любят С диалогами Это порно с сюжетом Где вначале он приходит такой Привет, я Джош Он такой, нихуя себе А я Беатрис Он такой, блин И он вот с этим, да? И он такой, я люблю тебя Я Джош Я Джош Слушай, ну если честно, то сюжет тоже, ну сейчас везде почти есть Никто не включает, когда с первой секунды Вот это Там уже нет-нет, что надо есть А кто не мотает? Риэлторша какая-то Да, я кстати себе поставил ограничитель на порно, у меня начинается сразу с момента все, где страхуется сразу Да У тебя прям Face ID узнает такой Да У меня как на кинопоиске У меня как на кинопоиске Продолжи просмотр с 4 минуты 30 секунды Я такой, да, и все, отмотай на это Ты как Бэт Пещера с возвращением Возвращение мастер Брюса ты такой Короче, я все-таки считаю, я не знаю, как это аргументировать, но мне кажется, они за жесткачий групповой А мне кажется, они за все-таки сюжет А смешно, если мы разгоняем, они такие просто старые старухи соло Старуха молчая дрочит полтора часа у камина Так, ну что ж, закончили обсуждение Конечно, не лучшего вы мнения о женщинах Почему старухи соло? Да Я вам подскажу, что правильная версия, она звучала где-то в начале И она проскочила так, вскользь Так, я вам подскажу Гейская И отвечает на этот вопрос Андрей Бибуришвиз Итак, это была подсказка Итак, Андрей Стойте, я уже сперва это Ой, перепутал Итак, Андрей, какое порно, по данным Порнхаб, больше всего смотрят женщины? Мы думаем, что это обидно, что это я отвечаю Это наказание за прошлый твой Женек Это когда мужчины трахаться Это когда их палки Нет, я короче считаю, что это гомосексуальное порно Они смотрят Гейское порно Это не по-нашему, это статистики Мой вариант Гэнг Бэнг по-прежнему Ну пусть отвечает Андрей Насколько же вы диаметрально противоположны? Лесбийская сука! Лесбийская Ну это то же самое Это не диаметрально, Костяк Это в одной плоскости Это в одной плоскости Как минимум 2,5 Гомосексуальное Так, ладно Гомосексуальное Вот это, смотри, вот такое они любят Вот такое Ну ладно, ребят, давайте так За то, что все-таки вы действительно Пятихатку накинь хотя бы Сейчас Да Я накиду пятихатку вам вместо 1000 Итак Сегодня разыгрывается Шесть косарей Шесть косарей сегодня в розыгрыше У нас Да Ребята Прощай дружба Все, поехали Ну а мы двигаемся дальше Следующий вопрос Шесть косарей Гомосексуальное Близко, близко Следующий вопрос про фобии Есть ли у кого-то из вас какие-нибудь фобии? Да Да У тебя у одного нет? Есть, есть Есть Просто достаточно статистики из трех человек С фобиями Ну что ж А тогда Вот он вопрос В мире Существует много фобий У каждой фобии есть название Вопрос такой Чего боится человек с папафобией? Ну что если маму? Здесь же вот эти подвохи Может в натуре мы сейчас будем долго сидеть А там папа Это латынь Во-первых, это латынь Да, пожалуйста, Андрей Папафобия это боязнь белого дыма из трубы Глубоко Пошел-ка я на хуй, я понял даже Ну, я не могу тебе даже минус балдать и плюс Потому что действительно ответ с чем-то Что-то в этом есть Ого! Что-то в этом есть Так Но чего-то в этом нет И нет Это боязнь пожара Так Так Да, пожалуйста Боязнь дыма Боязнь дыма? Папафобия Почему не дымофобия? Так Папа это же латынь какая-то Я ж не знаю Или папа это реальное слово Или папа это слово А ты дым как вообще угадал? Я не понял Папа римский Папа римский Типа Женюк Значит выбрали новую папу Да Глубоко Слишком глубоко Раз слишком глубоко Значит это вообще все на поверхности должно быть Да Значит как вот мы такие Папа значит точно не папа А может быть папа Значит А ты скажи Боится человек боится Отцов? Своего папу Или стать папой И все тому подобное Отцовство Отцовство боится И быть отцом И отцов боится Всех у кого есть Он боится отца и отцов И отца и сына и святого духа Да 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 Ну Папа точно не папа Потому что арахнофобия Это боязнь пауков Я знаю Да, да, пожалуйста Может это боязнь Но папа же по-английски Папа Одних и тех же повторяющихся звуков подряд Что? Это боязнь повторяющихся звуков Типа Папа Может быть он боится скэтмена И челок Да, да, да Папа 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 Удивительно, но нет Это неправильный ответ Да Папа Вы же прям Ну вот Вы же Вы же прям Ну все же гораздо проще Боязнь просто Папы Римского Просто боязнь — Боясь из каминов. — Да. Ну, тогда... — Просто боясь папы Римского. — Просто боясь папы Римского. — Да ну ты, блядь! — Это правильный ответ. Папафобия — это страх перед папой Римским. Два балла. Два балла Леша зарабатывает. А мы двигаемся дальше. Следующий вопрос. — Да чё за хуйня? — Я... Ну чё играешь? — Давайте так. Всё-таки Андрей действительно сразу же нащупал. Правильную версию. Давайте один балл Андрею дадим. — Сука. — Он был неправ. — Какая приютная жалость. — Блин, Женек, мы в сильном отсутствии. — Да, пора уже ебать. — Да. — Сейчас? — Да. Сейчас. — На очереди зрительский вопрос. Вопрос прислала Ольга Бурло. Студентка медицинского института из города Липецка. — О, я сегодня оттуда прилетел на самолёте. — О, Ольга Бурло. — Я сегодня прилетел из Липецка на самолёте, на секундочку. — О. — Реально? — Ты только что? — Ольга Бурло видел. — Ничего себе. — Билет с собой не взял. — Возможно, тебе поможет, но вряд ли. — Это вот это она-на-на? — Итак, вопрос такой. — Что-то я там не видел. — Но вопрос такой. — Там ещё больше двух человек, что ли? — Кстати, вопрос про США. — Где ты тоже был? — Ну, значит, я из Липецка и из США. — Да, да, у тебя все шансы. — Я всё должен знать, мужики. Давайте. — Итак, вопрос такой. В США создали пушку, которая стреляет куриными тушками. Для чего в США используют такую пушку? — Да? — Это в цирке, когда изображают, что карликом сейчас выстрелят. Перед этим набивают куриных тушек и стреляют. Ну, то есть это такое зрелище для богачей. — О, Господи. — А в чём прикол? — Изобразить. Это такой фокус. — А сидят богачи такие, по-моему, нас наебали. — Это не для среднего класса, не для богачей. — Если стреляют карликом, надо стрелять карликом. — Это фокус. Это такой обман. Ты думаешь, это карлик полетел, а это курица. Ты ж не будешь проверять? — Я буду. Минус балл, это неправильно. — Да, пожалуйста, Саша. — О, R2D2. — У меня может и неправильный, но безумно аргументированный. — Пожалуйста. — В США — это страна, где люди заботятся друг о друге и о зверях вокруг. — Так. — И в зоопарках, и в саваннах у них много заповедников о парках, и чтобы звери-хищники питались адекватно вместо того, чтобы заходить человеку и кидать ему тушу зверя, чтобы его не загрызли, кидать тушу курице, они сделали пушку, чтобы она стреляла в вольер непосредственно сразу тушками зверей. — А просто перекинуть через забор руками. Чем хуже? — Ну, это хуже, да. — Чем хуже, да? — Устает человек, устал. — Устал. — Кидать туши эти бесконечные. — Ага. — Человек устал и говорит, дайте-ка пушку и заберем. — Кстати, есть пушка, не бану по ним. — Минус балл, Саша. — Бану не надо! — Да, Леша, да. — Так, есть что-то аргументированное, я так думаю. Во-первых, возможно, это на каком-то производстве куриным, где готовятся куриные котлетки, филетки и все остальное. Они эту курицу заряжают, выстреливают ей, она вылетает сразу без перьев и без башки уже, и без кишок. То есть вылетает тушкой. Они тем самым выпотрошивают, чтобы... Выпотрошают. Выпотрошивают. Давайте, лингвисты, подключитесь, заебите в комментариях. — Пишите в комментариях, как вы выпотрошиваете. — Да, вылетает тушка, уже нет-нет обработана до какого-то момента, и приземляется куда-то, и дальше на контейнер, и поехал дальше уже на последующую обработку. — Полностью вычищенная. — Ну наверняка полностью, а может быть где-то даже и не совсем. — Это что за пушка такая, которая вычищает пушку изнутри? — Она, возможно, вычищает перья какие-то, а может быть она выбивает все дерьмо из нее. — Ну что ж, минус бал, минус бал — неправильно. — Так я аргументировал. — Неправильно, нет, пожалуйста. — Я же аргументировал. — Мне кажется, что США, символ США — это орел. Да? Там же орел? — Да, все правильно. — Или это Россия? — А, нет, у нас двуглавый, а у них куда этот петушиный орел? — Да, так, так. — У них с одной башкой. — У них одноголовый этот, блядь, все. — Пиндосский, а не мутант, а у нас. — Да, да. — Это плохо очень было. — Ну ничего, вы там что-то сделаете со мной. — Так, так. — Короче, символ США, я заново скажу, это орел. И чтобы их кормить иногда, просто выстреливают действительно. Просто перекинуть вот так вот через сетку орлу не получится. Что он прилетел, сам взял, а вот ты вот туда ему ебанул. — Куда туда? — Ну в небеса. — Моя обетованная. — Ну мне кажется, что это для птиц, для птиц, хищных птиц. — Для птиц хищных птиц. Минус балл, минус балл. Это неправильный ответ. Не аргументируй. — Давай-давай, Лех, отвечай, набирай. — Мне кажется, что во-первых... — Свистани, свистани. — Свистани. — Да, Леш, да? — У них там небоскребная страна. Очень много небоскребов. И я-то видел. Вот. И вы тоже можете увидеть, если посмотрите мой блог на YouTube. В общем, что? А у нас большая-большая проблема с тем, что много птиц вырезаются в стекла. Вот эти стекла. И либо себя убивают птицы тем самым. В офисе человек работает на 74-м этаже, например. — Да. — Бам! Он говорит, и все. И стекло разбито. И ветер. И птица померла. Все плохо. И они такие, так, ударопрочные стекла, надо как проверять? Не могут же они говорить, орел, взял, чтобы он врезался. И они такие, будем стрелять куриными тушами в стекло. Они заряжают. Заряжают курицу, выстреливают в стекло. Стекло выдерживает. Они говорят, уходит в производство, это стекла нормальные. Они ударопрочно. Птицы ударопрочные. — Да, подожди. А что за стекла? — Птицы ударопрочные. — О! Стекла или окна, из которых облицовываются торговые большие продажные центры и небоскребы. — Торговые центры, да? — Ну, небоскребы хорошо. — Ты настаиваешь на торговых центрах, что там очень важно прочные стекла, которые выдерживают куриц. — Он говорит небоскребы. — Не куриц, а любой удар птицы на высоте, потому что большая высота небоскребов. — Да. — И это важно именно в небоскребах. То есть в небоскребах это прям очень важно. — Это важно везде, в любых окнах. В любых окнах, куда могла бы... Ну или на самом деле автомобильных, наверное, даже. Автомобильные стекла выстреливают. — Лобовые. — Короче, зачем конкретизировать? — Важно конкретизировать. — Важно конкретизировать. — Важно... Окна или стекла проверяют на прочность от... — Стекла где? — Где важно... — В очках, блядь! — Чтобы... чтобы курица не залетела в глаза, блядь. — Потому что заебешься выковыривать, потому что. — Я знаю ответ! — Подожди. — Дай мне эти баллы! — Условно, просто. — Дай тебе! — Птицы влетают в окна. Или в стекла. Разбивая тем самым все башку и стекла тоже. — Леш, отпусти! — И чтобы... — Отпусти! — Отдай! — Отдай нам! — Смоделировать ситуацию, как врезается птица в какое-либо окно и стекло... — Да-да-да-да! — Они придумали птички. — Пошел нахуй! — Вот, у меня птица летит, слушай. — Какое? — Да, Саш, давай. — Самолетное стекло! — Самолетное стекло — это правильный ответ! — Это правильный ответ! — Пошел нахуй! — Ну давайте так... — Господи, вот это я зашакалил! — Балалу Богу! — Вот это я зашакалил! — Давайте так, давайте так... — Я бы сказал, что... — Всё-таки Лёша... Лёша был прав в это стекло, поэтому я считаю, надо разделить нам баллы. Один балл Саши и один балл Лёше. По-моему, справедливо. — Вот, спасибо за поддержку. — А я вообще вначале не понял, когда Костян говорил Лёхе, что он что-то неправильно говорит, я думал, что он вообще неправильно говорит, и я думал, что у меня другой вариант, уверенно, правильный, что они таким образом подстраивали убийство. — Я хотел... — У меня был вот такой вариант, что американцы придумали пушку, которая стреляет куриными тушками, чтобы подстраивать убийство, чтобы не было понятно. Они выстреляли в человека, в него врезалась курица, он умер. И потом, когда приезжает полиция, я такие, как он умер? В него въебашилась птица на огромной скорости. — Очищенная. — Очищенная. — Новый вид куриц, они сразу рождаются мёртвыми. — Хочешь, можем твой ответ тоже как-нибудь оценить. — Примите, хороший. — А как? Положительно? — Ну, ты хочешь или нет? — Хочу. — Минус балл. Собственно говоря, ответ был правильный. В США из специальной пушки стреляют тушками куриц в лобовое стекло самолёта, чтобы проверить прочность. — Это лёгкий балл. Легко пришёл, легко ушёл. Не надо держаться. — Ну что ж, ребята, заработали по баллу. Ну а Ольга Бурло получит от нас пять косарей. — Блин, Оля! — Мы поздравляем. — Поздравляю, Оля, привет. — Ну а если же вы тоже хотите получить пять косарей и поучаствовать в нашей программе, присылайте свои вопросы. Ссылка в описании на почту. Ждём ваших вопросов. Ну а мы двигаемся дальше. Следующий вопрос. В девятнадцатом веке во Франции этим массово пользовались проститутки. А в наше время этим пользуются в основном в офисах. О чём речь? Печать? Или восемнадцатая? — Это трахано. — Я думаю... — Вы у меня уже были, у вас всё лицо. — Да, пожалуйста, Лёш. — Ну может какая-то всё-таки записная книжка, например? Ну типа какая-то пометка, типа блокнота. Чтобы ты понимал, да, в девятнадцатом веке ты уже никуда ничего не сохранишь, никаких календарей у тебя, ничего такого остального нет. — А проституткам? — Зачем проституткам? — Записывать сколько раз её трахнули сегодня? Потому что иногда замыливается уже. Ты уже не понимаешь. И такой, так, ты сколько вы, кто сколько должен? Может она, может в кредит где-то, нет. Кто-то пришёл, говорит, я принесу. Он говорит, хорошо, записала. И туда-сюда. Поэтому скорее всего блокнот какой-то записной. Записная книжка. Мой ответ — записная книжка. — Записная книжка. Ну, минус балл, минус балл. Это неправильный ответ. Да, да, Саша. Мой ответ — двусторонние дилда. А как с этим связаны проститутки? Саш, ну... — Ты же знаешь, как офисы устроены? — Как? — Ну, вот эти вот коробочки, в которых они сидят, подвало. — Да. — И как они, по-твоему? Там вот такой вот под ними дилдач, на который они садятся. — И удача. — Ты поэтому не работаешь в офисе? — Я работал в офисе. И я свою отработал. — Да, ну, Саш, минус балл. — Да ну ладно, на тебе могли же просто в прикол. — А, я думаю, раньше нижнего белья особо не было, зато бумага была. Использовали различные стикеры как костюм. Преститутки. — Ты настолько не держишь из-за малых. — Я уже тут шутить не хочу, я хочу сделать... — Бумагу. Бумагу так как-то приклеивали на соски, например, для разнообразия какого-то. — В 19 веке стикеры. — Разнообразие. — Но бумага и клей это получается. — Бумага и клей. — Степлером? Может, степлер? — А ну, минус балл. Женя, минус балл. Это неправильный ответ. — Блин, Женё. — А можно ещё задать вопрос? — Вопрос такой, что в 19 веке во Франции этим массово пользовались проститутки. — Во Франции. — Во Франции. Это действительно важно. — Да. — А в наше время этим пользуются в основном в офисах. — Во Франции. Что мы знаем о Франции 19 века? — Проуссан, мне кажется... — Давайте я вам подскажу, в квартирах это сейчас тоже используются, но гораздо реже. — Все-таки это больше атрибут офиса. — Ну какой-то кактус в горшке. — Да. — Я вам подскажу ещё. Это придаёт атмосферу и помогает работать. — Жалюзи. — Жалю-зи. — Жалю-зи. — Жалю-зи. — Правильный ответ, действительно, это так. — Да блять! — Фидорас! — В 19 веке благодаря проституткам во Франции начали массово использовать жалюзи. Жалюзи одновременно прикрывали окна и пропускали немного света, создавая внутри интимность. — А снаружи интригу. — В наше же время жалюзи используют в основном в офисах. Два балла, два балла Женя зарабатывает. — Сука-то жидит, не рискует там, блять. — Ну а мы двигаемся дальше, следующий вопрос. — Давай, давай. — Я правда купил. Я хотел что-то делать. — Ну да, да, да. — Не, мне понравилась твоя версия. — Ага. — Да, хорошая версия была. — У нас остался последний вопрос. — Блять! — Почему? — Блять! — Да. — Ярик, блять! — Перед последним вопросом я попрошу Сашу прочитать предварительные результаты. — Эх, ты ж мамочки. Но на самом деле все достаточно неплохо. — Пожалуйста. — Пожалуйста. — Значит, на первом месте у нас Андрей Виборовичвили, у него три балла. — Три балла. — Но они ничто не значат, потому что далее идет Алексей Щубаков и Евгений Сидоров с двумя баллами. — Да. — Каждого по два балла. — Да. — У меня первее. — И у меня минус один. Да, у Лехи было первее, конечно. У меня минус один. Но вот что я заметил, мы все находимся примерно в одном диапазоне балловом. — Да, да. — И где-то я могу и наскочить на одного из них и пойти по головам дальше к первому месту, к Андрюху. — Быть может и да. — И дальше залезть на Андрюху и сесть на него. — Ну, Саш, у меня для тебя хорошая новость. У нас сегодня нововведение, у нас новая рубрика, которую мы назвали «Последний шанс». Перед тем, как я задам финальный вопрос участнику, у которого меньше всего баллов, получит возможность заработать два балла. Я задам тебе один вопрос. Ты можешь перечитать сколько угодно вариантов ответов, но у тебя будет ровно 15 секунд. Если за эти 15 секунд скажешь правильный ответ, то ты заработаешь два балла. Если нет, то ты ничего не заработаешь. — Помогите мне, парни. — Нет, нет, нет. Помогать тебе никто не может, это лично твой компетитинг. — Блин, отстой. — Я хотел бы помочь. — Время будет отчитываться таким звуком. — Ну, это только на нервы давит. — Вообще не нагнетает ни разу. — Да. И когда ты услышишь джингл нашего шоу, значит, время заканчивается. — Ё-моё. — Итак, внимание. — Так тебе не надо дудить. — Не надо дудить. — Ну, всё, я проймался сам в начале. — Внимание, вопрос. — Ты на секунду дивсийсов. — Итак, Саша, назови самую распространенную фамилию в России. Время пошло. — Иванов. Сидоров. Смирнов. Антон. Антонов. — Всё, всё. — Бибурешвили. Щербаков. Сидоров. Пушкин. — Нет. Этот. Этот. Петров. Васечкин. — Так, ну что ж, время истекло. Самая распространенная фамилия в России — Смирнов. — Есть! — Ты называл, это два балла. Два балла. Саша зарабатывает. — Блин, такий был бы Бибурешвили. — Так, ну что ж, Саша, ты увеличил свои шансы на победу. — Да! — А это значит... — А это значит последний вопрос. — Погнали, бля. — В тридцатые годы, благодаря Сталину, кое-что появилось в московском метро. Он придумал это, когда пил кофе. — Рельсы. — Как кофе помог Сталину кое-что изменить в московском метрополитене. — Да, Саша? — А кофе прям связан был, да, с этим? — Да-да-да. — Прямо именно непосредственно кофе связан? — Мне кажется, вот что. — И в том, что мы сейчас ответим, присутствуют нотки кофе. — Абсолютно точно. — Да-да-да. — Это чтобы поручни дольше... — Вот идея. — Быстрее этих ехать. — Наоборот, как раз. Мне кажется, что до этого паровоза ездили медленнее. И метро в целом медленнее существовало. А Сталин попил кофе и ускорил паровозы, чтобы они ездили типа так... — Он по всему метро поставил кофейные аппараты Dolce Gusto. — И везде поставил кофейные аппараты. — Еще раз. — Он ускорил метро. — Получилось метро вот так. — Ускорил его. — Извините. — Он понял, что это слишком медленный темп ритм для метро. Он попил кофе и увидел, что метро должно быть быстрее, резче. — Ну да. — Чтоб двери закрывались быстрее так, чтобы тебя уебало насмерть, если ты там застрял. Чтобы двери быстрее, чтобы ты под страхом смерти буквально ездил там. — Под кофе он такой. — Под кофе, да. — Он такой прям такой. — Блять, ну должно быть все быстрее и опаснее. — Да. — Саш, ну это кофе, это не амфетамины. — Минус мало. — Минус мало. — Да, пожалуйста. — Да. — Кстати, Леша же у нас работал в метро. — Я работал в метро. — Вот и узнаем уже. — Есть догадка. Да. — Он добавил туда газетные киоски, возможно, с газетой, чтобы люди, езжая на работу, могли «нет-нет», газеточку развернуть. — А как кофе-то, собственно говоря, способствовало... — Стас, в придумке? — Этому. — Как он дадумался, он пьет кофе, говорит, вот бы, сука, почитать что-то. Сижу, ну я просто, ну прикинь, ты сидишь, пьешь кофе вот так вот. И ждешь, пока кончится кофе. А так ты нога на ногу, и у тебя газеточка, говорит, а я ехал в метро, вот там была бы газета, я как прихватил бы с собой. — Блин, Леша, ты давно не был в метро. — И сейчас бы кофе уже с газетой пил. — Там никто так не ездит, вот так, как ты вот так вот. — Так мы же не прощаем... — Так мы же не прощаем... — Все такие, боже мой, я умру вот-вот. — Саш, мы не про щас, мы же про Брежнева. — Конечно. — Сталина, в смысле. — Хорошо, что он давно был в метро. — Да. — Ну это аргументированная версия. — Реально это аргументированная? — Пошел нахер! — Газетки почитать. — Где? — Дайте мне аргументы, где там были аргументы. — Где аргументировать аргументированность? — Я аргументировал. — Так, Жень, пожалуйста. — Он пил кофе, и остатки по кофейной гуще, основные свойства контрастности понял, что черный на белом хорошо выглядит, и так вывески появились. На белом фоне черные буквы. А до этого были черным на черном. — Смешно. — Да. — А книги он читал, такой, да хуня какая-нибудь. — Интересное предположение, минус балл, минус балл, Женя. — А можно повторить, пожалуйста, вопрос? — Вопрос. — Вопрос, еще раз повторяю, в тридцатые годы. — Это тридцатые годы. — А когда метро, основание, я, к сожалению, к своему стыду не помню. — Хорошо, это подскажу вам, что метро появилось чуть позже, чем кофе. — Нифига. — Чем то, когда это произошло. — А метро тогда не было? — Пока еще нет. — Ни хера себе. — Кое-что, извините, в Москве. — Да, Андрей? — Короче, когда появятся подземные поезда, вот что я там придумал. — Вот так он типа? — В общем, туда очень долго спускаться, и мне кажется, это неудобно, когда у тебя горячий кофе с собой. И он... — Да нет кофе с собой в тридцатые годы. Там даже кофе дома, блядь, нет. — Какой кофе с собой в тридцатые годы? — А что за... — А, блядь. — Что, блядь? — Что, блядь? — Чтобы у тебя не разбрызгивался кофе? — Я еще представляю, что он из Старбакса вышел. — Нет, человек в метро с туркой едет просто, блядь. — Вот так старик такой, как заебали мне эти ступеньки, разбрызгивается кофем вот все время. — Где эскалатор? — Где эскалаторы? — Где эскалаторы? — Что за слово я выдумал? Он такой, господи, что за слово? — Давайте я подскажу вам. — Давайте. — Это помогло людям, как ни странно. — Сильная подсказка. — Да, ну от Сталина тарелка ждешь. — Да, пожалуйста. — От Сталина? — Может, все-таки направление... Ну, короче, вот этот диктор, может быть. — Так. — Объявление, во-первых, станций. Объявление дня недели. Что за день недели сегодня, если кто-то не знает. Куда выход? Влево-вправо. Короче, голосовая навигация. Голосовая навигация. — А как кофе-то этому способствовал? — А Сталин расстреливал? — Потому что он пьет себе кофе. — Ты сейчас серьезно спросил? — И слушает, и... — Да я хуй его знает, как оно способствовало. — Ну что, минус балл тогда, минус балл. — Простите, бля, как я спросил? — Сталин уже расстреливал! — Как тебе? — Это ответ? — Нет, 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 нет. Это не ответ. — Так ответ-то где? — Это, скорее, был мой вопрос к тебе. — Ну, а утвердительный. — Окей, так. — Значит, Сталин подумал, что можно расстреливать людей сразу под землей. Чтобы, когда они оставались там, не нужно было бы закапывать прямо. — Это помогало людям, напоминаю. Я понял. — Это помогало людям знать, какой Сталин человек. — Минус балл? — Да нет, ну контент не делай! — Да, пожалуйста, Андрей. — Мне кажется, что когда Сталин перемалывал кофе, ему понравился сам механизм. — Итак, он, может быть, предложил турникет, чтобы люди отделять друг другу, чтобы они не шли толпой. — Перемалывать людей. — Нет. Он перемалывал кофе в кофемолке. И потому что так очень удобно отделяются, как люди, кофеинки. — Да. — Пожалуйста, Костя. — Я жду. — Но турникеты — это все-таки аргументировано, чтобы люди не шли толпой. — Да, конечно. — Это ужасно, это ужасно. Минус балл. — Еее. — Ой-ой-ой-ой. — Ну это не смысл. — Давайте вам поскажу. — Без этого сейчас метро очень сложно представить. — Так, пожалуйста, Андрей. — Я думаю, что это карта. В каждой станции метро есть карта, куда ты едешь. — Типа он пил кофе «Черная карта» и догадался. — Так. — И стал счастливым. — Навигация, навигация. — Так. — Он дошел такой, я, бля, где? — Ему говорят, это Тимиряевская. — Он говорит, что? — Тимиряевская. — Он говорит, какая это ветка? — Каким хуем кофе? — Да. — Давайте им цвета дадим, я не знаю. — Ага. — Или я убью вас всех. — Так, вот смотри, ты подходишь к правильному ответу, но пока еще очень далеко. — Да, пожалуйста. — Он придумал кольцевую. — Это что, не минус балл? — Каким образом? — Окружка в форме круга. — А при чем здесь коф? — И он видит, что очень удобно, форма удобная. — С какой стороны губу не поднеси? — И он даже, смотрите, кольцевая, коричневая, как кофе. — А то все ты попьешь. — Ну. — Много ли еще надо? — Так, ну давай попробуем придать этому какую-то историю. — Он увидел как... — Итак, Сталину приносят генплан в метро. — Да. — Да. — Он видит... — Да он же... — Не подожди, не подожди. — Да. — Он видит, как-то сложно для глаза все... — Эта темная лошадь сейчас еще обскочит нас. — Да. — И он думает, а он смотрит на кофе. — Палочки для Ири. — На кофе. И тут соединяется все очень красиво, вот, кругом. — Да. — И думает, вот так и должно выглядеть метро. — Аккуратно. — Ну... — Ну... — Это правильный ответ. — Это правильный ответ. — Действительно. — Он поставил кружку, да? — Да. — Он ставил кружку. — Ну, бля, он просто доносил мои сапоги. — Ага. — Все верно. Все верно. Когда инженеры презентовали Сталину генплан московского метро, он хотел указать им на главный недостаток отсутствие разгрузочных линий. Собственно говоря, Сталин поставил кружку кофе на генплан и след от нее образовал кольцевую линию, которая... — Да уехать, Даниил! — Это мой вариант! — Коричневая. — Он добил коричневую. — Собственно, 4 балла. 4 балла Женя зарабатывает. — Как я... — Зарабатывает. — Зарабатывает. — Я сказал же тоже самую хуйню. — Просто мозгами, интеллект. — Не издевайтесь, но... — Это откровенно по петушиному было. — Да. — Это тихушник, это тихушник. — Очки надеть, шапку, волосы простить — это не важно в этой игре. — Я сказал, я сказал, линии метро, вся ферня, цвета, нет — он поставил. — Собственно, главное, я считаю, это было именно круг и именно кольцевая линия. — Идеально. — Собственно говоря, Женя, как я понимаю, побеждает. Женя побеждает в сегодняшней игре. — Спасибо. — Жень, ну это, конечно, было сильно. — Поздравляю, Женя. — Да, мы тебя всех поздравляем. — Класс, молодец. — Давайте поздравим Женю Сидорова. — Женя победит. — Молодец, Женек. — Здорово. — Какой молодец. — Отлично. — Какой хороший парень. — Ты так все нравился. — Ты большой молодец. — Как ты ловко отмалчиваешься, перехватываешь чужие догадки, а потом бац. — Деньги почти у меня в формате. — Благодаря мозгам исключительно. — Да-да-да. — Хоп-хоп и дамки. — Ты зарабатываешь шесть косарей. — Да, ладно. — Я понимаю, что, скорее всего, ты их заберешь, но вдруг ты захочешь их приумножить и забрать двенадцать косарей. — Вау. — Вот, пожалуйста. — Ооо. — Жень, ну, я не знаю, просто на всякий случай. — Ну ты попробуешь, конечно, если ты не лох. — Ооо. — На всякий случай спрошу. — А в чем суть? — Жень, хочешь ли ты пойти в супер игр? — Нет, он бы сходил, если бы до этого мы обсуждали втроем очень долго. — Мы накидаем, мы накидаем. — Да. — Мы дадим прям все. — А сейчас мы посмотрим всю ценность этой кудрявой башки. — Вы не будете помогать мне, там надо помогать. — Да, сейчас. — Ага. — Помогли, уже помогли с пятью баллами. — Уже помогли, у тебя уже шесть тысяч в кармане. — Я иду в супер игру. — Он идет в супер игру. — Ооо. — Вот это новости. — Вот это смелый парень. — Вот это новости. — Это смелый парень. — 12 косарей или ничего. — Ага. — Ну что ж, ну что ж, а это значит, я напоминаю правила. Сейчас в супер игре я прочитаю тебе вопрос, будет три варианта ответов. Если ты назовешь правильный, ты выиграешь 12 косарей. Если ты назовешь неправильный, ты не выиграешь 12 косарей. Правила понятны? — Он выбирает ноль, да, с тобой? — Ну что ж, финальный вопрос. — Угу. — Угу. — Внимание. — Ну давай. — Финальный вопрос будет про фигурное катание. Знаешь ли ты что-то об этом видишь? — Конечно, это его тема. — Конечно. — Давай, давай. — Что-то я видел. — Что-то я видел. — Что-то я видел. — Итак, вопрос такой. Фигурное катание не просто так назвали фигурным. Почему его так назвали? А. Раньше спортсмены соревновались, вырисовывая на льду геометрические фигуры. Б. Фигурным катанием занимались для похудения. И В. Первого человека, который начал на коньках делать представления, звали Джордж Фигур. — Блин, последний вариант охуенный. — А мне первый нравится. — А почему не… — Джордж Фигур? — Тебе второй нравится? — Почему не четыре варианта? — Давай каждый по варианту дадим. — Или потому что последнего звали Катан Фигурный. — Как это подсказать? — Комиссан Катания, это он. — Фигур Катанов. — Да, Катанов. — Фигур Катанов. — Его так носили, доставали всегда. — Парни, какой вариант вы как, вам кажется? — Пошел нахуй. — Как тебе такой вариант? — Я склоняюсь к фигуре. — Подлый сыроежкин, блядь. — Как тебе про фигуру? — Просто вырисовывают фигуры, конечно. — Нет, я думал, что женская фигура. Что раньше, то есть хоккей был, ну вот спорт — спорт. А фигурная Катания что-то женское для фигуры, как фитнес, еще что-то, не воспринимали как настоящий спорт. — То есть ты хочешь выбрать этот сексистский вариант, чтобы тебя в комментах уничтожили потом? — Пускай, пускай. — Ты будешь и без денег, и в жопе. — Мы в сексистском обществе живем. — И без денег, и секса у тебя не будет больше никогда. — Ну проверь, проверь, проверь. — Так, а вариант А, что там было? — Все как раньше. — Фигуры вырисовывают. — Фигуры нарисовывают. — Фигуры нарисовывают. — Я думаю, что это оно. — Для похудения. — Да. — Разные хуи. — Фигуры для похудения или потому что человека, который начал первым танцевать и кататься, звали Джордж Фигур. Офигенный вариант. — Мне очень нравится. — Господи, я надеюсь, что он правильный. — Ну что, Жень, никаких догадок, да? — Я выставляю вариант. — Подожди, нет, а какие были еще варианты? — Фигуры вырисовывать. — Фигуры женские были. — Там были женские разве фигуры? — Нет, женские не было. — Там для похудения было. — Для похудения, да. — А вот искренне. — Искренне? — Мне нравится «Фигур». — Третье, третье. — Третье. — Фигур. — Владислав Фигур. — Фигур, фигур. — Ну я старался вести игру с вами. Помните, был командный раунд про порно, мы все сплотились. Да, Женек? Сейчас уже ты победил как бы. Когда я сказал про палочки, вы не думали, Женек растет на наших глазах? Мы вырастили Женька. Нет, вы сказали, Женек спиздил. Спиздил все догадки. Итак, Жень, ты определился с ответом. Блин, сложный вопрос на самом деле. Ты один в этой шлюпке, мореплаватель. Итак, Жень. Да. Твой ответ? Вариант А. Вариант А. А какой был вариант? Вариант Б. Варистов для фигуры, для поддержания фигуры. Нет, нет! Стой, опять назвал два разных варианта сейчас. Да, да. Я остановился на... Твой ответ — вариант А, вариант Б. Твой ответ. Итак, Жень. А в Б. А, определись. Правильно. Останавливаюсь на Б. Тебя, как сердце вело — надо А говорить. Чтобы сбросить лишний вес, начали заниматься фигурным катанием. Для этого ты хочешь сказать? Да, есть нормальный спорт для этого. Конечно. А какое фигурное катание, чтобы сбросить вес? Какое Б? Вариант А. Лучно, очнись. Даже сейчас ты, блядь. Я уверен. Это что, подстава от него? О чем ты говоришь? Блин, ну Леха спортсмен, кстати. Давайте. Вариант А. Итак, вариант А. Раньше спортсмены соревновались, вырисовывая на льду геометрические фигуры. Ой-ой-ой, звучит как чушь собачья. Вариант Б. Б, господи. Это бред! Это тоже чушь собачья. Итак, вариант Б. Фигурным катанием занимались для похудения. Для похудения? Ты дурак? Конечно. А! А! Ты два раза себя чуть не... Да. Итак, Жень, все. Тишина в зале. Какой ответ? Тишина в зале. Жень, пожалуйста. Скажи, по твоему мнению, фигурное катание назвали потому что... Для Ляня? Для фигуры? Тихо-тихо-тихо. Никто больше ничего не говорит. Итак, Жень. Вырисовывали фигуры. Итак, вариант А. Раньше спортсмены соревновались, вырисовывая на льду фигуры. Соревновались, Женек. Вырисовывая на льду. Такое соревнование, Женек. Это твое. Такой охуенный треугольник. А у этого Рома какой повелик. Собака, собака, смотри. С транспортиром ходили так. Жень, это твой окончательный ответ. Так он ответил же, ты же его принял же. Это твой окончательный ответ. Передумывать ты не будешь. Нет, нельзя передумывать. Итак, а теперь внимание, правильный ответ. Я сейчас охуею. Блин. Фигурное катание сейчас отличается от того, что мы знали раньше. В 19 веке, когда появилось фигурное катание, спортсмены соревновались в мастерстве нарисовать на льду различные фигуры. Лёв, а я не сказал! Это вот он! Это правильный ответ. Женя, выиграть 12 косарей, Женя, пожалуйста. Спасибо. Кто ты без нас? Кто ты? Два. Два. Блять! Поздравляю! Спасибо. Спасибо, друзья. Будьте все прокляты! Уни! Жень, ну мы тебя все поздравляем. Все поздравляем Женю Сидорову с этой победой. Жень, ну и в конце, по традиции, ты можешь сказать что-то своим сегодняшним соперникам, либо нашим зрителям и закончим шоу. Какие же мы соперники. По традиции, под аплодиции, как говорится. Никакие ребята мне не соперники, это настоящая команда. Настоящие друзья. То есть в финале я шатнулся мимо на фигуру. И Леха мне говорит, не надо, Женек, не надо. И благодаря тому, что мы вместе сработались. Это не мои деньги, хоть я их потрачу лично. Это наши деньги. Да, да. Ну что ж. Сегодня самый умный комик Женя Сидоров. Мы его поздравляем. А это на сегодня все. Смотрите нас дальше. Пока. Молодцы, Павел.